МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Бибикова. Сегодня мы расскажем. Где можно подработать молодежи и должным ли образом обеспечена безопасность населения? Эти и другие вопросы обсудили на заседании горосполкома. Добровольно сдано 65 единиц оружия и более 2,5 тысяч боеприпасов. В Гродно завершилась операция «Арсенал». 10 выстрелов до успеха. Чемпионат по стрельбе и стабильного оружия прошел в Гродно. Наврусбайрам. Как туркменские студенты отметили в Гродно один из главных праздников. Вопросы вторичной занятости молодежи и общественной безопасности обсудили на заседании Гродненского городского исполнительного комитета. Трудоустройство тех, кому от 14 до 31 года – важное направление работы Белорусского республиканского союза молодежи. Только за прошлое лето городским комитетом БРСМ было сформировано 116 студенческих отрядов численностью более полутора тысяч человек. В этом году активная пора трудоустройства молодежи начнется 1 мая. Уже весной ребята попробуют себя в роли продавцов мороженого. А с 1 июня выбор вакансий значительно увеличится. На сегодняшний день 1600 рабочих мест уже ждут своих потенциальных работников. В этом году, как и в прошлом году, у нас планируются и выездные отряды. Это отряды в Российской Федерации, педагогические отряды в отряде. Это Анапа, около 50 человек поедет. Ну и у нас еще с одним санаторием также заключен договор, тоже в Российской Федерации. И туда ребята также поедут, поработают этим летом. Важной темой на заседании стал и вопрос о ходе выполнения директивы президента, о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплине. Выполнение директивы номер один находится на постоянном контроле у руководства города и области и выступает приоритетным направлением в работе администрации. Это аспект достаточно обширный. Это начиная с той же пожарной безопасностью, пребывание людей на рабочем месте. Это те же факты, которые у нас были в прошлом году. Безопасность проживания в жилье. Это безопасность тех же балконов, которые некоторые находятся в таком состоянии, в котором немедленно надо приводить их в порядок. И много-много другое, которое связано с безопасностью людей в работе, в жизни, на отдыхе и вообще во всем. Для контроля за надлежащим обеспечением безопасных условий труда при горосполкоме создана рабочая мобильная группа. Эта мера позволяет оперативно решать проблемы в каждом конкретном случае и привлекать к ответственности тех, по чьей вине происходит несоблюдение трудового законодательства. Операция «Арсенал» завершилась. Это мероприятие проводится в целях противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. За пять дней сотрудниками милиции из незаконного оборота в Гродненской области было изъято 19 единиц неучтенного оружия и почти 800 боеприпасов. Добровольно гражданами сдано 65 единиц незарегистрированных средств вооружения и более 2,5 тысяч боеприпасов. За различные нарушения изъято и временно выведено из оборота около 70 единиц незарегистрированного оружия и почти 100 единиц принято на утилизацию. По фактам незаконных действий возбуждено 4 уголовных дела, предусматривающих ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 7 лет. К примеру, в отношении жителей города Гродно было возбуждено уголовное дело по статье 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь за незаконное хранение в дачном домике на территории Мостовского района Гродненской области незарегистрировано в установленном порядке охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, боеприпасов к нему, а также незарегистрированные винтовки 1958 года выпуска и боеприпасов к ней. С наступлением весенне-летнего периода учащаются случаи обнаружения оружия и боеприпасов в ходе проведения земельных работ. Чаще всего это автоматы времен Великой Отечественной войны, а также детали, спусковые механизмы и стволы прочего вида оружия. В частности, при строительстве комплекса «Тринити» в городе Гродно, в феврале текущего года было обнаружено более 130 боеприпасов и двух составных частей от оружия времен Великой Отечественной войны. Напоминаем, что хранить и использовать найденное или переданное кем-то оружие и боеприпасы запрещено. Все это подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел. В случае обнаружения подобных находок необходимо отойти на безопасное расстояние, сообщить в милицию и до прибытия сотрудников исключить любое воздействие на предмет. В Гродно выбрали лучших спортсменов на чемпионате по стрельбе и стабильного оружия. Участники соревнований – это сотрудники правоохранительных ведомств области. Своё мастерство показали как женщины, так и мужчины. Кто же из них оказался лучшим и в мишенях какой команды не осталось живого места. В сюжете Яна Мельниченко. Всего три пробных и десять засчётных выстрелов на расстоянии 25 метров. На всё три минуты. Для сотрудника Следственного комитета с многолетним стажем – не самое сложное задание. Екатерина и Адель с лёгкостью это подтверждают. Впервые оружие она взяла в руки перед вступительными экзаменами в Академию МВД. С тех пор прошло немало времени. Теперь опыт в обращении с оружием абсолютно другой. Соревнования хоть и участвуют всего второй раз, но тренируются периодически. Поэтому меткости хрупкого следователя могут позавидовать даже самые опытные спортсмены. Как говорят, когда ты стреляешь, надо представить либо что-то для себя хорошее, подумать о хорошем, либо наоборот поставить на место мишени своего какого-либо врага. Ну, чтобы прицелиться, злость какая-то появилась. У каждого спортсмена это по-разному происходит. У меня в мыслях было не подвести команду, это самое главное, потому что во время соревнований учитываются результаты всех сотрудников, которые входят в состав команды. Уровень подготовки участников разный. Одним приходится прибегать к использованию оружия ежедневно по долгу службы. Другие должны уметь с ним обращаться, но это не входит в рабочие обязанности. Кто лучше стрелок, мужчина или женщина, так оценивать никто не берется. Организаторы говорят, если 7 лет назад, как правило, 3 команды, пограничная группа, таможня и УВД между собой делили призовые места, то теперь каждая приходит с заявкой на успех. Есть стрельба, которая больше приближена к реальности. Тут спортивная стрельба, тут главное, можно сказать, сила воли, так сказать, способность спокойствия сохранять в экстремальных ситуациях тоже формируется, в частности, на таких соревнованиях. Эксперты говорят, прежде чем взять в руки оружие, нужно обязательно проверить его исправность. Ведь выстрелить в самый неподходящий момент может каждая, пусть и не боевая, даже самая ржавая, а не только то, что висит на стене. Но, пожалуй, не это самое главное. Важно быть самому готовым к той ответственности, которая ложится на плечи, когда оружие оказывается в ваших руках. Стрельба – это достаточно такой демократичный вид спорта, и стрелять научиться можно, наверное, с нуля даже уже в зрелом возрасте. Поэтому, конечно, основную массу занимают люди, которые раньше где-то занимались стрельбой, ну и, соответственно, уже в своей жизнедеятельности, в силовых структурах они усовершенствуют эти навыки. Своё мастерство показали шесть гродненских правоохранительных ведомств. Здесь, как и в реальных действиях, на настоящих полях есть и победители, и побеждённые. Лучший результат показала команда УВД Гродненского облсполкома. Второе место заняла пограничная группа, третье – управление МЧС. Это, пожалуй, единственная стрельба, когда сотрудниками ведомств движет исключительно спортивный интерес. Яна Мельниченко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Всё для праздничного настроения. Уже в это воскресенье католические верующие отметят вербное воскресенье. Именно поэтому одна из традиционных площадок для сезонных ярмарок – улица Советская – в преддверии Великого церковного праздника превратилась в город мастеров. Приобрести оригинальные подарки и необычные сувениры к Пасхе гродненцы и гости города смогут до 25 марта включительно – с 11 часов дня до 5 часов вечера. Свои изделия здесь представили не только мастера любительского объединения «Городенский колорит». Вот уже 10 лет подряд участие в ярмарке принимает и ремесленник из Карпат – Мирослав Павлюк. Пасхальные корзинки из лозы, а также декоративные изделия из дерева он в основном везет исключительно под заказ. Ведь товар пользуется у гродненцев отличным спросом. Конечно, это неблизкий путь, но как-то так. Сколько это километров получается туда? Ну, тысяча. Тысяча километров? Да, почти, почти. Гродно здесь хотят средненькую, маленькую, но небольшую, скажем так. Большие мы стараемся отдать подешевле, потому что они все-таки остаются. Ну, вот так вот. А так, средненькая, маленькая. Традиционно представили на ярмарке свои знаменитые вербы и сестры Доминиковны. Украшать веточки они начинают не за несколько дней до праздника, а готовятся к этому круглый год. Причем каждый раз известные гродненские мастерицы праздничную вербу украшают по-новому. Вносим новые там, допустим, новые веточки каких-то сухих цветов, колосков, допустим, того же. Мы стараемся всех видов наших, как и колоски ржи, колоски и чменя, пшенички, овса, вот как я, допустим, я так делаю. К слову, если вы хотите изготовить атрибуты пасхальной тематики своими руками, но не знаете, как это сделать, вас ждут в Центре наследия в Гродно. Мастер-классы по изготовлению декорированных яиц, украшения верб, оригинальных изделий из текстиля пройдут 23 марта в 18.00. Занятия бесплатные. Открытый фестиваль «Наврус Байрам» прошел в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Впервые праздник весеннего равноденствия и начало нового сельскохозяйственного года мусульманского народа отметили здесь в прошлом году. Мероприятие вызвало у всех огромный интерес, поэтому было решено сделать его традиционным. Как в Гродно туркменские студенты отметили один из главных праздников, смотрите в нашем следующем сюжете. Студентка-первокурсница Агул Мусаева, самый главный и самый любимый праздник мусульман Наврус Байрам, впервые встречает не в кругу семьи, а в Гродно. Говорит, баранину в городе найти довольно сложно. В магазинах мяса нигде нет, но главный ингредиент для плова удалось найти на рынке, поэтому даже за тысячу километров от родного дома праздник Наврус Байрам отмечают согласно многовековым традициям. Этот праздник приходит раз в год, это как мусульманский Новый год. У нас будет национальная гереш, национальные танцы, выступления, национальная кухня. Национальная кухня, индийская роспись хной мехинди, китайская каллиграфия, вырезание по бумаге, национальная одежда, песни, игры. В каждом предмете, в любом представленном здесь элементе, во всем соблюдены традиции народов. Сегодня в Купаловском университете обучаются представители пяти стран – Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан и Турция, в которых Наврус является государственным праздником. Это более 400 учащихся. И судя по тому, как здесь тесно, праздник Наврус-Байрам в Гродно они отмечают все без исключения. Это замечательный опыт для наших белорусских студентов общения с представителями других стран, потому что очевидно, что когда они выйдут из стен университета, они тоже попадут в мультикультурную среду. И если у них есть друзья, есть опыт общения, это замечательно. Поэтому в большой семье бывает разное, но мы дружны и ценим эту семью. По доброй туркменской традиции иностранные студенты приготовили свои национальные блюда, накрыли столы и угостили всех гостей праздника. Подарили всем частичку туркменского солнца и тепла, восточные лакомства, национальные песни и праздничный концерт. Каждый из ребят готовился к празднику основательно и стремился удивить. К слову, на этот раз в мероприятии приняли участие представители сразу восьми университетов. За время нашей учебы познакомились и представители из других стран. И этот праздник Новый Русс, это международный праздник, это и сплачивает народы, и больше нам надо собираться так и праздновать вместе, дружелюбно. В университете, где люди разных религий и национальностей учатся вместе, весенний Новый год праздновали по-настоящему весело и задорно. Наврус Байрам объединил ребят. Они поближе познакомились с национальными особенностями жителей других стран, их традициями и обычаями. А еще нашли новых друзей. Ведь это настоящий праздник дружбы и культуры белорусских и туркменских студентов. Алла Дучко, Сергей Печерица, Новости, Гродно Плюс. Каждая третья баня в Гродненской области не работает, а некоторые открыты лишь дважды в месяц. Комитет государственного контроля проводит мониторинг по вопросу обеспечения населения области услугами бань. Обратиться со своими вопросами и рассказать о проблемах в сфере банного обслуживания на следующей неделе может любой желающий. С 26 по 30 марта в Комитете государственного контроля будут работать с телефоны горячей линии. Дозвониться можно по городскому номеру 79 88 13. Уникальный шанс для тех, кто хочет приобщиться к миру IT. 21 апреля впервые в Гродно состоится ежегодная региональная конференция для начинающих айтишников. Мероприятие пройдет в формате живого общения со специалистами в сфере высоких технологий и авторитетными спикерами. Как войти в перспективную профессию и продвигать карьеру в IT-сфере, историю успеха сотрудников без IT-образования и бизнес-анализ. Это и многое другое можно будет узнать, став участником конференции, которая пройдет 21 апреля с 10 до 16.00 по адресу город Гродно, улица Горького 1, дробь 3. Мероприятие бесплатное. Зарегистрироваться для участия можно на сайте www.openit.by. Организаторы конференции «Парк высоких технологий» и образовательный центр «Парка высоких технологий». Семейный детектив на Гродненской сцене. 23 и 24 марта состоится премьера спектакля «Малые семейные преступления». Актеры и актрисы за два часа проживут перед вами два реальных часа очень непростого для одной семьи. Не пропустите, будет интересно. И в завершении выпуска информация от нашего партнера МТС. Хорошая новость для тех, кто любит музыку. В приложении МТС-Мьюзик вы можете слушать музыку онлайн, но не тратите на это мегабайты. Интернет-трафик в приложении бесплатен. 20 миллионов композиций, новинки и хиты всегда будут с вами. Попробуйте. Первые 30 дней сервис бесплатен для пользователей. Заходите на сайт music.mts.by, чтобы узнать подробности и скачать приложение. Также вам расскажут про сервис МТС-Мьюзик в ближайшем салоне МТС. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by. А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77 33 04. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова